Здравствуйте, друзья! Сегодня на отборе Honda HR-V, комплектация EX, полный привод, дождь пытался помешать, но мы это сделали. Хорошего просмотра! Славненький автомобиль, Honda HR-V, комплектация EX, в данном варианте это как бы в принципе имеет все себе неплохое, тут и климат, и все сейчас расскажу. И при этом все, единственный у нее как бы момент, для кого-то это плюс, для кого-то минус, для кого это плюс, тому я это буду рассказывать и показывать, она на текстиле, то бишь, как у нас принято говорить, на тряпке. Год 16, привод полный, повреждения неплохие и легкие по нашим оценкам, безопасность вся родная, вот, а все остальное придется вам рассказать наглядно. Так, что у нас здесь? У нас здесь хорошо проверенный временем двигатель 1.8, который останавливался на Honda Civic, такие же стояли. По ударчику здесь был вот такой вот верхний удар сюда, фары, бампер, все родное стоит, именно то, что стояло на машине родной. Поменялся капот, капот менялся, решетка поменялась, передняя панель и один из радиаторов, помо кондиционера, если не ошибаюсь, да. Все, остальное здесь все родное, безопасность вся уцелела, стекло лобовое родное. Здесь все, поехали дальше. Так автомобиль выглядел на аукционе до восстановления. Так, что у нас здесь по комплектации? Безключевой доступ, электропакет, электрозеркала, включение и выключение экономического режима экономайзера, подключение системы стабилизации, датчики давления в шиву. Камера, кстати, мне в хонде, конечно, нравится эта штучка, камера вот этой кнопочкой включается в зеркале боковая, и по умолчанию она включается при включении правого поворота, удобно, очень сильно, она помогает справа не пустить какого-нибудь пешехода, или велосипедиста, или байкера, ну или даже машину, которая пытается врезать, быстренько подъехав справа. Ну да ладно, функция классная. Так, есть лепестки под рулем, есть датчик света, есть противотуманки, здесь управление бортовиком и мультимедией, hands-free управление, круиз-контролем, так, дальше, пробега у нас 52 тысячи миль, это у нас в районе 80 тысяч километров, значит, бесключевой доступ с кнопочкой старт-стоп, разумеется, климат-контроль, конечно, тут особого внимания заслуживает вот эта панель, полностью в сенсорном исполнении, даже подогревы сидений сенсорные, вот, все здесь вот вручную, тут можно поклацать, чтобы монитор вам отобразить положение, два подогрева зеркала сидений этих, заднего стекла и зеркал, ну да ладно, ну и мультимедиа, в общем-то, тут неплохая, качество звука неплохое, слушал, играет достойно. Так, что у нас дальше, возвращаемся в аудиорежим, классные подстаканнички, мне очень нравится, можно сделать их глубже, можно сделать их мельче, смотря, что вам надо бутылку, тут стакан или телефон положить. Ручник, помощь при подъемах и спусках, здесь такие кармашечки есть, можно и телефон туда положить, или пачечку, вот здесь огроменная ниша, она припрятана, не скучит, не прям очень легко добираться, но, тем не менее, там можно разложить какие-то свои вещи, которые не нужны каждые 5 минут, и два USB адаптера, прикуриватель, зарядочка, HDMI, разъем. Сильно, вроде так, неплохо, мне нравится, как выполнено. Что имеем дальше? Подлокотник, компактненький такой подлокотничек, вот он. Ну, удобный и сдвигаемый, как надо, кому подлокоть вперед-назад уехать. Дальше, дулочки, кстати, интересные входят, вот их прямо аж три для пассажира, можно обалдеть, чувствовать себя уверенно, что тебя точно продуют. Но если будет дуть, то можно перекрыть каждый из них. Люк. Есть, и он работает. Закрываю, дождь опять пошел. Закрываю, дождь опять пошел. По состоянию салона я могу лицезреть и предъявляю вам показу достойное состояние. Но в любом случае зачастую водительское стоит оценивать, в первую очередь. Вы видите, все хорошо. Целая ткань, не продавлена нигде ничего. Кстати, интересная штучка, это вот эти вот каемки в торцах. Некоторые заботливые американцы, которые не хотят бить торцы дверей, вот такие проклеики делают, это уже такое не первый раз встречаю. Смотрится на любителя, но зато торцы дверей защищены. Ну и задний ряд сидений вот такой вот чистенький, тоже аккуратненький. Со своим подстаканничком и со своей зарядочкой и прикуривателем. Друзья, я со своим прежним ростом, 193 см, в Хонде и Черви сижу хорошо. Я это говорил в предыдущих Хачерви, и здесь это скажу. Мои показания в этом сойдутся. Мне удобно вот ногам, абсолютно просторно. Я высажен сам за собой. Ну и я вам скажу, что это показатель. Для мини-кроссовера, для компактного кроссовера, сесться на втором ряду сидений комфортно. Мне непросто. Тем более, когда впереди сидит не девочка с свой ростом, а метр пятьдесят или метр шестьдесят. Единственное, что замечаю в своем росте, что вот в моей голове комфортно только в этой нише. Вот если вы видите, она выполнена специально для головы. Если я вперед чуть голову наклоняюсь, тогда я уже упираюсь. Ну это скорее всего за счет люка. Не скорее всего 99. Наверное, сто процентов хорош тут скромничает. В остальном все супер. Поехали дальше. Тем, как открыть багажник, скажу, что поменена была еще крышка багажника. Здесь был вот такой вот удар в нее. Кстати, камера заднего вида здесь тоже есть. Заодно поменем. Крышка поменена. Все остальное целое. Багажничек тут чистенький, аккуратненький. Большой, кстати, хочу сказать. Спинки, разумеется, складываются. Большой, прямо большой. Для мини-кроссовера он именно большой. Для компактного кроссовера. Значит, здесь все у нас в комплекте. Есть и домкрат, и запаска. Все отлично, что тут еще показывать. Кстати, под капотом мне сказал, что здесь у нас в коробочке идут вариатор. То, что она полноприводная, я мог сказать, мог забыть. Но лишним не будет повторить. Это полноприводная версия. А в ходу, сейчас проверим. Я-то знаю, как они едут. Но, тем не менее, мы же не можем, не проверяя вам, сказать, что едет хорошо. Поэтому поехали. Кстати, вот она камера заднего вида. Она с проекцией. С поворотной такой. И тут есть три варианта. Вот я показываю, где выбирается. Можно настроить вид сверху. Вот такое болотико там получилось. Вот такая и вот такая. Там как-то они по-разному показывают. Ну и не забывайте, что еще же боковая есть. Учил поворот. Показал. Вообще, в двух словах от себя хочу сказать, что Honda HR-V достойный автомобиль. Среди представителей своего класса. Мне он симпатизирует. Мне он нравится, в принципе, как и внешне. Я не скажу, что он Пикассо рисовал. Что он там прям очень какой-то гениально красивый. Но неплохо достоин. Компактен и вместительный. По ходу, очень даже неплохо. Сейчас покажу, как ездить. Ну, наступлю я с 20 километров. Режим спорт специально включил, чтобы как-то было понятнее. Едем, едем, едем. Временной портал понятен. Впереди поворот, поэтому буду сбрасывать. Как-то так. Это мы ехали на спорт режиме. Придавлю еще раз. Вот когда я вам говорил, помните про то, что у нас все в левом ряду ездят? Вот что он едет в левом ряду? Так. Вспоминаем. Про безопасность я вам сказал. Безопасность вся родная. Стекла родные сказал. Лопач не тронутый, родной. По расходу, из моих личных наблюдений, безусловно, вписывался в 10 литров. Для полного привода, для кроссовера. Это, я считаю, шикарный показатель. Можно и меньше, но в 10 литров по-любому вписывался. На полном приводе, на кроссовере. Ну, как можно сказать, плохо. Никак, мне кажется. В целом, это отличная машина. Это Honda. Ребят. Скажу вам так. Нечего тут думать, если вам нужна подобного рода автомобиль. Нужен, нужен, да? Ну, мы на связи. Ждем вас в гости. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова